привет всем вы на канале позитивный огород сегодня у нас 19 июня к нам пришло небольшое похолодание пошли дожди а такую погоду просто очень любит капуста сейчас я вам покажу нашу капусту садили мы капусту все в разноброс то есть у нас посажена поздняя капуста три богатыря такой большой достаточно кустик дальше у нас идет капуста июньская тоже уже начинает постепенно она завязываться дальше опять идет у нас поздняя капуста и дальше у нас капуста цветная такой способ посадки когда мы с вами чередуем позднюю капусту с июньской цветной или брокколи дает возможность нам сэкономить сейчас вот именно пространство а затем когда мы уберем эти скороспелые виды капусты поздней капусте у нас будет предоставлен такой хороший объем места чтобы она смогла раскинуться и сформировать хороший такой плотный качан сейчас я вам покажу капусту кальраби который уже начала так сказать завязываться так вот стебле плот формируется на упаковке написано что когда он наберет именно диаметре 8 сантиметров или 10 его можно будет уже срывать но соответственно еще наверно несколько деньков и набирает вес затем мы его сорвем попробуем впервые ту капусту выращиваем поэтому не знаем какая она будет на вкус но посмотрим что мы сейчас сделали с капустой и им конечно пропололи и загребли капуста у нас была посажена такие небольшие углубления и сейчас чтобы у нее нарастили из дополнительные корешки чтобы у нас ствол был более устойчивый мы ее загребаем ну как я уже сказал пропололи никаких подкормок мы не делаем считаем что капуста растет и так изначально при посадке мы с вами внесли сюда залу кто-то вносит еще яичную скрупу ну и капуста вот она сейчас начинает так активно разрастаться вот это вот капуста колобок опять июньская вот опять у нас кальраби то есть можете заметить что все чередуется кальраби скоро уберется тоже на вот видите завязывается уже опять пошла июньская опять кальраби такая она достаточно интересная капуста говорят что можно с ней салаты готовить здесь картошка выросла сама собой и опять пошла у нас позднее позднее и кальраби это тоже очень такая хорошая уже завязывается чем такая вот капустная деляночка что касается обработок была она обработана интавиром один раз потому как все равно хотя бы один раз нам нужно ее обработать затем у нас уже пойдет уборка капусты кальраби затем уже поспевать начнет июньская и уже обработки будет практически невозможным за исключением фитоверма у которого срок ожидания после обработки около трех дней а у интавир где-то на срок ожидания около недели или даже больше то есть такой срок ожидания нам будет очень большим поэтому обработали один раз затем у нас будет помогать нам бархатцы все равно каких-то вредителей они отпугивают в принципе если прям будет какая-то такая сложная ситуация можно будет обработать как я уже сказал фитовермом и вот она еще одна капустка кальраби симпатичная некоторые капусту ведь такая высокая какая-то пониже вот это вот капуста брокколи в общем все возможные капусты и покажу вам еще одну деляночку капусты здесь она у нас посажена в таком же порядке то есть вот у нас июньская капуста дальше идет позднее цветная позднее и опять цветная чтобы в дальнейшем мы смогли с вами предоставить хороший такой объем пространства поздней капусте растут здесь также бархатцы в данном случае это шафраны каких-то вредителей мы сможем таким образом отпугнуть что касается выпада капусты то в этом году у меня испортилась две капусты но так как у нас много достаточно рассады мы спокойно подсадили другую у нас было очень жарко раньше всегда как-то удавалось выбрать такое именно время для посадки когда температура такая достаточно прохладная в этом году такой возможности не было было очень жарко на на около 26 30 градусов и к сожалению несколько капуст но в нашем случае это две капусты это вообще ни о чем просто остальная капуста хорошенько так поливалась и достаточно быстро она принялась но сейчас она уже хорошо так растет некоторые кочаны точнее сказать кусты капустные прям очень красивые и радует нас своим ростом какую-то конечно помощь нам оказали вот эти вот такие маленькие уловки от бабочек капустниц которых у меня было рассказано видео в общем все в совокупности дает положительный результат но всем тем кому видео было полезным подписывайтесь на канал заходите почаще гости делитесь этим видео с друзьями и пока пока до новых встреч